Продолжение следует... Продолжение следует... Американские ВВС вошли в новое тысячелетие с F-22, обладавшим лучшей маневренностью и скоростными характеристиками. Новый самолет по своим летным и боевым качествам намного превосходит многоцелевой тактический истребитель F-15, состоящий на вооружении ВВС США. В этой модели удачно сочетаются такие важнейшие характеристики, как скрытность полета, отличная маневренность, способность выполнять крейсерский полет на сверхзвуковой скорости и высокая надежность. F-22 построен из легких, термостойких и прочных композиционных материалов. Благодаря технологии стелс, во время полета истребитель становится невидимым для вражеских радаров. Хвостовое оперение рассеивает раскаленные газы, защищая таким образом самолет от ракет с инфракрасными головками самонаведения. Чтобы сделать корпус самолета более обтекаемым, все вооружение размещено внутри фюзеляжа. Горловина заправочного отверстия также утоплена в корпусе. Всестороннюю проверку любого нового истребителя невозможно провести безопытного, умелого и отважного летчика-испытателя. За последние 10 лет этот самолет стал частью моей жизни. Для того, чтобы поднять истребитель в воздух, а потом удачно приземлиться, требуется много усилий. И с каждым годом мне приходится все тяжелее. На F-22 имеется силовая установка с системой векторной тяги, что позволяет двум двигателям при необходимости работать в регулируемом, рассогласованном режиме. И таким образом истребитель может выполнять эффективное маневрирование и быстро менять направление полета. Предполагалось, что на ближайшие 20 лет F-22 обеспечит себе прочное господство в воздухе. Но на горизонте появился соперник. Его двигатели также имеют систему векторной тяги. Это самолет, созданный для третьего тысячелетия. Он летает быстрее, чем F-22 и, вне всякого сомнения, обладает лучшей маневренностью, особенно в ближнем бою. Это российский истребитель Су-37. Почти неотличимый от других истребителей своего класса, Су-37 способен выполнить в воздухе немыслимые маневры. Современные истребители — очень тяжелые машины, что отрицательно сказывается на их летных качествах. Но Су-37, выделывающие в небе трюки, от которых стынет кровь в жилах, кажется, не подвластен законам гравитации. Другие истребители, осмелившиеся повторить подобное, развалятся прямо в воздухе. Система векторной тяги двигателей и переднее горизонтальное оперение позволяют самолету осуществлять различные повороты на углы, достигающие 360 градусов. 20-тонная махина способна почти мгновенно изменить направление полета. Такая маневренность дает истребителю преимущество в бою. Во время демонстрации Су-37 летчик-испытатель предложил своим коллегам провести в воздухе учебный бой. Желающих принять вызов не нашлось. Су-37 — это повелитель неба. Истребители становятся все быстрее и быстрее, но не меняются только те, кто ими управляет. Люди-пилоты по-прежнему остаются самой уязвимой частью сверхскоростных и маневренных самолетов. ВВС США проводит строгий отбор летчиков, которые могут управлять современными истребителями. Чем меньше рост человека и чем плотнее его тело, тем лучше пилот выдерживает перегрузки. И теперь американцы проверяют, насколько женщины приспособлены для полетов на скоростных военных самолетах. Испытанием подвергается майор ВВС США Шерон Хайзе. Проверка проходит на базе американских ВВС Райт-Паттерсон. Даму помещают в центрифугу, которая в течение 4 секунд развивает ускорение в 7G. Шерон, приготовься. Готово? Сделаем 5,5G за 30 секунд. Выдержу. Во время испытаний или полетов кровь отливает от головы и приливает к ногам пилота. Для большинства летчиков ускорение 5G — это предел. Используя специальный дыхательный аппарат и надев антиперегрузочный костюм, летчики могут выдержать и большую перегрузку, которая иногда достигает 11G. Появились слухи о том, что женщины лучше переносят ускорение, чем мужчины, и это решили проверить на мне. Я пока жива. Что бы там ни говорили, но для всех пилотов, в том числе и женщин, существуют свои пределы ускорения. Никто не сможет летать с ускорениями больше 10G. Летчики — это обычные люди, с такими же организмами, как у нас с вами. Но мы собираемся заменить людей интегрированными автоматическими системами, которые выдержат любые ускорения и будут выполнять функции, которые пилоты осуществляют только с помощью компьютера. Кабина современного истребителя загромождена новейшими электронными приборами. В будущем пилот сумеет обойтись даже без штурвала. Переместите линию визирования. Чтобы управлять полетом, летчику будет достаточно смотреть в направлении движения. Другое направление. Слабый инфракрасный луч направлен в зрачок пилота. Сектор полета. Отраженный от зрачка луч попадает в компьютер, определяющий точку, в которую смотрит летчик, и тут же корректирует угол полета крылатой машины. Компьютер может задавать направление движения самолета, преобразовывая голосовые команды. Еще более удивительной является разработка, позволяющая управлять полетом с помощью мыслей. Электронные сенсоры, вмонтированные в ленту на голове летчика, улавливают импульсы, поступающие из мозга. Пилот может мысленно ввести этот виртуальный самолет через модулируемые препятствия. Летчик должен лететь, не задевая искусственные преграды. Черная полоса указывает, куда решил лететь пилот. Налево, направо или прямо. Этот воображаемый полет происходит без помощи штурвала или педалей. С помощью новейшего оборудования летчики будущего сумеют управлять самолетом напичканным сложнейшим оборудованием. Но необходимо помнить, что большая часть аварии происходит из-за обычных ошибок, допущенных человеком. И единственный способ исключить просчеты летчика заключается в создании беспилотных летательных аппаратов. Экстремальные машины. Экстремальные машины. Сегодня разработка и создание беспилотных летательных аппаратов занимает важное место в развитии авиационных технологий. Это летающие блюдцы, именуемые Сайфер, предназначены для ведения оптико-электронной разведки с использованием телевизионной камеры. Летательный аппарат может развить скорость до 90 км в час. Установленное оборудование позволяет вести наблюдение и передавать видеоинформацию командному составу всех уровней в реальном масштабе времени. Сайфер может распознавать и следить как за группой объектов, так и за одиночными целями. Аппарат может взлетать, вести разведку и приземляться без команд, подаваемых человеком. Сайфер обладает уникальной возможностью совершать полеты в городе, в котором идет бой. Аппарат обследует здание, обнаруживает снайперов или террористов и передает информацию на командный пункт. Когда-нибудь эти блюдца превратятся в службу воздушных полицейских и будут патрулировать на городских улицах. Возможно, что в будущем летательные аппараты заменят солдат. Беспилотный летательный аппарат должен иметь такие характеристики, которые не позволяют противнику обнаружить его. Это бесшумность работы двигателя и маленькие размеры, позволяющие проникать даже в помещение через окна. Чтобы добиться таких характеристик, изобретатели проводят многочисленные опыты с различными моделями. Проверка руля, рулевое управление в порядке. Проверка руля высоты. Триммер в порядке. Проверка пропеллера. В порядке. К полету готов. Стюарт, скорость ветра. Полетели. Компания Air Environment в штате Калифорния производит миниатюрные дистанционно пилотируемые летательные аппараты, самый маленький из которых достигает в диаметре не более 15 сантиметров. Продукция фирмы находит широкое применение и в армии. На аппарате установлена видеокамера и передатчик. Аппарат такой маленький, что радары не могут его обнаружить. На нем установлена сложная система спутниковой навигации. Моторчик работает на аккумуляторе, которого хватает на 10 километров полета. Здесь же пытаются создать миниатюрный вертолет. Но строительство маленьких летательных аппаратов всегда было сложным. Чем меньше пропеллеры и винты, тем менее эффективны аэродинамические свойства объекта. Чем меньше становятся размеры летательного аппарата, тем сильнее его крылья подвергаются воздействиям молекул воздуха, и объекту приходится преодолевать большое аэродинамическое сопротивление. Сталкиваясь с подобными трудностями, мы пытаемся справиться с ними и обращаемся к природе, чтобы изучить аэродинамические свойства крыльев птиц, стрекоз и мух. Модели различных крылатых существ делались и раньше, но все они принесли мало пользы и никогда не создавали требуемую для взлета подъемную силу. Вообще, получение подъемной силы, которой обладают крылья насекомых, являлось камнем преткновения для ученых. Насекомые — самые эффективные летательные аппараты, созданные природой. Совсем недавно удалось понять, почему насекомые умеют летать. Доктор Чарльз Эллингтон из Кембриджского университета выяснил, каким образом насекомое может накапливать силы для взлета. Для разгадки ученому понадобилось более 25 лет. Для того, чтобы узнать, как насекомое летает, мы долго изучали фильмы и в конце концов поняли, что крылья движутся совсем не так, как было принято думать раньше. Насекомое двигает крыльями перпендикулярно проекции своего тела. Иногда насекомое производит крыльями по 8 движений за сотые доли секунды. Далее мы установили, под каким углом насекомое машет крыльями. Угол подъема основания крыла и угол подъема его края существенно различаются. Движение крыльев можно подробно изучить и рассмотреть на имеющейся модели крыла насекомого. И мы видим, каким образом крыло движется вниз, давая первый подъемный толчок. По изгибу профиля крыла видно, что сначала поднимается основание крыла, а затем его остальная часть, дающая импульс для движения вверх. Вот таким образом. Затем появившееся тяговое усилие обоих крыльев довершает подъем насекомого в воздух. Во время полета насекомое меняет угол взмаха крыла от основания до края и от передней части до задней, и крыло постоянно движется. Аэродинамика взлета зависела от контроля и координации четырех различных видов движения крыла. Это можно было сделать только с помощью компьютера. Модель, на которой изучалась аэродинамика крыла, была очень большой, поэтому и скорость замаха крыла составляла один цикл за каждые две секунды. У живого насекомого эта скорость равняется 20 взмахам в секунду. Эта модель в точности воспроизводит траекторию движения крыльев мухи в полете. Чарльзу Эллингтону удалось открыть неожиданный феномен. Хорошо, добавьте немного дыма. Изучая движение крыльев в задымленном пространстве, ученые заметили, что во время взмаха появляется необычное завихрение. Наблюдения позволили выяснить, что при этом крылья создают подъемную силу. Необычный эффект подтвердился после того, как живую муху поместили в туннель, наполненный дымом. Когда крыло начинает двигаться, оно поворачивается и словно разрезает воздух сверху вниз. Представьте себе, что вы перемешиваете сахар в чашке с кофе. И при этом на поверхности образуется водоворот, похожий на завихрение воздушных слоев. И завихрение — это что-то вроде торнадо, урагана. В центре воронки создается низкое давление, поэтому завихрение как бы засасывает предметы. При появлении подобного завихрения образуется область низкого давления вдоль всей поверхности крыла. Над крылом создается разрежение, которое тянет крыло вверх, создавая таким образом дополнительную подъемную силу, которая в два или три раза больше, чем сила, действующая на крыло самолета. Эта модель не предназначалась для выполнения полетов. После того, как Эллингтон открыл тайну крыльев насекомых, в лаборатории начали разрабатывать летательные аппараты размером с обычных насекомых. Оборудованная микроэлектроникой, батарейками, передатчиками и миниатюрными камерами слежения, эта стрекоза-робот сумеет подняться в воздух и летать. Крылья робота в состоянии произвести необходимую подъемную силу. В полете робот невидим для радаров. Искусственная стрекоза становится уязвимой только когда она находится на земле. Два, один, подъем! Вот так появился еще один беспилотный летательный аппарат, аналогов которому в мире пока еще не существует. Изначально разработки проводились для создания аппарата, предназначенного для уничтожения межконтинентальных ракет и спутников. Длина объекта 30 сантиметров. Его полет стабилизирован в двух плоскостях, а подруливающее устройство позволяет аппарату мгновенно изменять направление полета. Введу объект, крен, порядок! Ни один самолет не сумеет сбить подобный аппарат. Просто замечательно! В 60-х годах НАСА проводило эксперименты, пытаясь выяснить, может ли самолет летать без крыльев. Одновременно с разработкой космических кораблей типа «Шаттл» было произведено несколько бескрылых планеров. Очертания корпуса планера повторяли форму крыла, что позволяло аппарату осуществлять длительные перелеты. Первые экспериментальные полеты на малых высотах прошли успешно, и НАСА построило несколько аппаратов М-2. Бомбардировщик Б-52 поднимал планер на высоту до 17 тысяч метров и отцеплял. Подобные эксперименты были крайне рискованными. Чтобы удержаться в воздухе, планер должен был развить большую скорость полета. Скорость снижения двухтонного планера М-2 достигала 320 км в час. Управлять полетом тяжелого планера при такой скорости было чрезвычайно сложно. Во время своего 16-го полета М-2 потерял равновесие и начал стремительно падать. Аппарат потерпел крушение. Он ударился о землю на скорости в 300 км в час и перевернулся 15 раз. Удивительно, но пилот остался цел, зато производство планера и его дальнейшие испытания были немедленно прекращены. А в СССР начались работы по созданию принципиально нового летательного аппарата, который был больше похож на блюдце, чем на самолет. Аппарат под названием Тарелка появился в то время, когда Холодная война достигла своего пика. Эти секретные съемки запечатлели первые испытания аппарата. Технология сборки была примитивной, но полученные результаты впечатляли. Невероятно, но Тарелка могла летать. Русские изобретатели всегда отличались поразительным воображением и интуицией. Им часто приходилось работать в условиях слабого финансирования, но, несмотря на это, самые совершенные воздухоплавательные и космические системы были изготовлены именно русскими. Первые испытания были настолько успешными, что конструкторы создали аппарат больших размеров. Напоминающая инопланетный корабль Тарелка могла летать с десятком пассажиров на борту. Аппарат бросил вызов будущему. Двигатели находятся внутри корпуса. маленькие крылья предназначены не для взлета, а для стабилизации положения машины в полете. Правительство России не помогло конструкторам и все работы по созданию тарелки были свернуты. На этом же заводе одновременно испытывали и модель, предназначенную для передвижения по воде на воздушной подушке, которая увеличивала подъемную силу аппарата. Российские конструкторы часто использовали этот так называемый наземный эффект при создании необычных аппаратов. Это экраноплан. Огромный экраноплан установил мировой рекорд в создании подъемного усилия равного тысячи тонн. Огромный Эта удивительная махина, снабжённая восемью реактивными двигателями, развивает скорость до 500 км в час, передвигаясь по воде на воздушной подушке. Она была предназначена для транспортировки тысячи морских пехотинцев. После окончания Холодной войны работы над проектом прекратились из-за недостаточного финансирования. Сегодня этот монстр находится в сухом доке. Боинг 747 перевозит большое количество людей по всему свету. Эти самолёты перевезли более полутора миллиарда пассажиров и налетали около 35 миллиардов километров. Что равносильно перевозке всего населения Лондона, Парижа и Берлина на Луну и обратно. К 2010 году ожидается двукратное увеличение количества пассажиров. Поэтому возникнет необходимость в самолётах гораздо больших размеров. Группа учёных из НАСА, компаний «Боинг» и Стэнфордского университета трудится над созданием нового суперавиалайнера, способного вместить тысячу пассажиров. Чтобы новый воздушный лайнер мог поместиться в обычном аэропорту, размеры самолёта не должны превышать размаха крыльев «Боинга-747». Чтобы создать дополнительную площадь и подъёмную силу для тысячи пассажиров и их багажа, пришлось отказаться от обычной формы фюзеляжа и крыльев. Корпус и крылья самолёта теперь скомпонованы в одной плоскости. Эта конструкция получила название «Летающее крыло». Конструкция, спроектированная таким образом, имеет преимущество над обычными самолётами, у которых фюзеляж и крылья с установленными на них двигателями расположены раздельно. Новая компоновка позволит добиться экономичного потребления топлива, а также улучшить аэродинамические свойства самолёта и сделать его вес достаточно лёгким. Идея конструкции «Летающего крыла» возникла 70 лет назад. Недавно её использовали при создании бомбардировщика «Спирит» или «Б-2», в котором была применена технология «Стелс». «Летающее крыло» — это чрезвычайно эффективная конструкция. Самолёты с такой компоновкой могут поднять в воздух большее количество топлива и вооружения. Хвостовое оперение отсутствует. Этот «Б-49» был неустойчив в полёте, а отсутствие цифровой электронной системы контроля не позволяло безошибочно управлять самолётом. Оснащение компьютерными электронно-дистанционными системами контроля сделало возможным полёты самолётов, которые уже не могут управляться только вручную. Новые технологии позволили нам оснастить модели небольших размеров уменьшёнными копиями электронных систем контроля и управления полётом. Это значит, что при испытании настоящих самолётов нам не понадобится лётчик-испытатель. Теперь каждую новую идею мы сможем предварительно проверить на уменьшенной модели, не подвергая напрасному риску людей. Перед каждым испытательным полётом бортовая компьютерная система управления программируется заново. У самолёта с новой компоновкой имеется 15 элеронов и закрылков, и ни один лётчик не в состоянии проконтролировать такое количество дополнительных аэродинамических составляющих. Компьютерная система позволяет координировать действия всех рабочих поверхностей на корпусе летающего крыла. Для изобретателей первый взлёт был решающим. От испытательного полёта зависело будущее целого проекта. Если модель разобьётся, то можно считать, что 5 лет работы и 4 миллиона долларов были потрачены впустую. Но первый полёт летающего крыла прошёл успешно и показал, что самолёты с новой компоновкой аэродинамических поверхностей намного эффективнее традиционных раздельных фюзеляжей и крыльев. Успешное создание нового самолёта может произойти только после серии неудачных попыток и преодоления серьёзных просчётов. Это аксиома. Мы создаём новые конструкции, не усовершенствуем существующие аппараты и смотрим, что произойдёт. И делаем принципиально новые системы, производим тщательные расчёты и получаем великолепный результат. Скорость является камнем преткновения для всех. Крупные авиалайнеры типа летающего крыла останутся дозвуковыми. «Конкорд» по-прежнему остаётся единственным сверхзвуковым пассажирским самолётом. Разработка скоростных авиалайнеров связана со множеством трудностей. Экстремальные машины. Экстремальные машины. Некоторые полагают, что в годы Холодной войны советская разведка добыла чертежи «Конкорда» и создала свой Ту-144. Один из таких самолётов разбился на проходившем в 1973 году под Парижем ежегодном авиашоу. «Конкорд» развивает скорость в два раза превышающую скорость звука и пролетает от Нью-Йорка до Лондона всего за три часа. В настоящее время в мире летает 14 «Конкордов», каждый из которых очень дорог в эксплуатации и перевозит всего по 100 пассажиров. «Конкорду» исполнилось уже 30 лет. До сих пор никто в мире не сумел создать сверхзвуковой самолёт с улучшенными характеристиками. Недавно над созданием нового сверхзвукового авиалайнера начала работать НАСА. Программа называется «Высокоскоростной гражданский транспорт». Проектируемый самолёт в два раза больше «Конкорда» и вмещает в три раза больше пассажиров. Чтобы самолёт мог лететь в два раза быстрее скорости звука, ему надо придать форму винтовочной пули, продолговатую и зауженную. Нос должен быть острым. Хвостовая часть тоже должна иметь заострённую форму, чтобы её плавно обтекал воздух. С точки зрения аэродинамики, это очень неудачная конструкция. Одним из недостатков «Конкорда» является длинный нос, затрудняющий обзор из кабины пилотов во время взлёта и посадки. Носовая часть «Конкорда» полностью опускается вниз, чтобы лётчики могли видеть взлётно-посадочную полосу. Вместе с подъёмным механизмом этот нос весит около 5000 килограммов. Если бы мы могли создать авиалайнер, у которого не надо опускать и поднимать носовую часть, мы бы облегчили конструкцию самолёта почти на 5 тонн, а это, в свою очередь, улучшило бы аэродинамические качества. Пытаясь создать неподвижную носовую часть, мы провели эксперимент, во время которого лётчики управляют самолётом, у которого нет передних окон, а имеются только боковые иллюминаторы. Лётчикам пришлось управлять самолётом, не видя взлётно-посадочную полосу. Ещё ни разу ни на одном другом самолёте таких экспериментов не проводили. Во время полёта испытателям приходилось рассчитывать только на информацию, поступающую от обычных и инфракрасных телекамер и радаров. Если электропитание исчезнет, что произойдёт с дисплеем? Как будет работать автопилот? Каким образом лётчик будет действовать в аварийном режиме? Для проверки эффективности беззаконной кабины был специально переделан Boeing 737. В носовой части установили беззаконную кабину, соединённую с приборами управления. Лётчики должны были ориентироваться по изображению, получаемому с помощью инфракрасной телекамеры. Лётчики попытались совершить посадку 50-тонного самолёта, не видя взлётно-посадочной полосы. Обзор по третьему каналу. Невероятно, но испытания показали, что усовершенствованные телекамеры и сенсоры видят лучше, чем глаза человека. После проверки возможности приземления по приборам, лётчики-испытатели из НАСА поняли, что они сумеют управлять новым авиалайнером, если его, конечно, создадут. Учёные поместили полётные характеристики нового авиалайнера в тренажёр, который стоит 70 миллионов долларов и может имитировать движение самолёта. Тренажёр находится в городе Лэнгли. Пилот готов? Готов. К движению готов? Готов. Понял. Достигая 40-метровой высоты, тренажёр может в точности имитировать полёт любого воздушного корабля, начиная с истребителя и заканчивая сверхзвуковым пассажирским авиалайнером. Звуки отработающих механизмов тренажёра такие громкие и необычные, что их записали и озвучили рёв динозавра в фильме «Парк юрского периода». Такой тренажёр даёт лётчику ценную информацию о том, как управлять новым самолётом. Проекты такого масштаба основываются на серьёзных научных исследованиях и поэтому финансируются НАСА. Но чтобы осуществить дальнейшую разработку и создание сверхзвукового гражданского самолёта, понадобятся частные инвесторы. Специалисты полагают, что для нужд мирового авиарынка понадобится около 200 таких новых машин. Возможно, что когда-нибудь сверхзвуковые авиалайнеры станут привычными нашему взору, но даже и они имеют ограничения в скорости. На существующих сверхзвуковых самолётах имеются обычные газотурбинные силовые установки или, как мы их называем, турбореактивные двигатели. Если мы хотим летать быстрее, например, со скоростью в 3500 км в час, нам понадобятся другие двигатели. Реактивный двигатель был изобретён сэром Франком Витлом в 1930 году. Принцип работы современных реактивных двигателей не изменился. Даже такой крупный реактивный двигатель, как Rolls-Royce Trend 800, мало чем отличается от двигателей обычных размеров. Он может создать реактивную силу в 40,5 тонн и поднять в небо тяжёлый авиалайнер. Двигатель такой надёжный и мощный, что даже многотонные потоки воды не в состоянии произвести сбой в его работе. Но даже самая совершенная силовая установка нуждается в большом количестве воздуха для сжигания топлива. Х-15 — это самый быстрый в мире самолёт. В 1967 году он пролетел с небывалой для самолёта скоростью в 7504 км в час и достиг высоты в 96 км, то есть долетел почти до космического пространства. Если бы авиалайнеры могли подняться на высоту, где полностью отсутствует сопротивление воздуха, то перелёт из Лос-Анджелеса в Сидней длился бы менее одного часа. Но газотурбинные двигатели не могут работать на таких высотах ввиду отсутствия там кислорода. На Х-15 был установлен ракетный двигатель, который не нуждался в кислороде. Минус 12. Космическому кораблю «Шаттл» приходится использовать для выхода за пределы атмосферы огромное количество топлива. Три, два, один, пуск! Космический корабль «Орбитер» весит 77 тонн, но для подъёма в воздух ему необходимо более полутора тысяч тонн ракетного топлива. Если мы собираемся создать авиалайнер, развивающий скорости Х-15 или «Шаттла», нам необходим принципиально новый тип самолёта, способного выйти в космос и вернуться на Землю. Такая машина будет взлетать, как обычный самолёт, но лететь, как космический корабль. Подобный аппарат должен использовать новый способ передвижения. необходимы принципиально новые двигатели. Их начнут устанавливать на летательных аппаратах, которые будут совершенно не похожи на современные, известные нам воздушные суда. В данный момент Том Херш и ряд конструкторов из объединённой рабочей группы NASA Boeing разрабатывают объект под названием HyperX. Его двигатель позволит развивать невиданные до сих пор скорости. Длина аппарата составляет 3 метра. Ракета-носитель Pegas, использующийся для запуска спутников, выведет беспилотный аппарат на 30-километровую высоту. Затем произойдёт запуск двигателей аппарата и его отделение от ракеты-носителя. Во время полёта Hyper'а кислород из воздушного пространства и водород из баков будет принудительно поступать в камеру сгорания. При смешивании кислорода с водородом произойдёт взрыв, благодаря которому аппарат получит ускорение в 3 километра в секунду. Испытательный полёт продлится всего 7 секунд. Мы рассчитывали создать аппарат который будет преодолевать за 2 часа 16 тысяч километров. Но наш аппарат оказался способным преодолеть за то же время почти 23 тысячи километров. А это половина экватора. Ракетный полигон White Sands в штате Нью-Мексико здесь испытывают аппарат, который произведёт революцию всей системы движения. Изобретатель, профессор Лейк Мирабо, работает над созданием аппарата, который будет двигаться при помощи лазерного луча. Когда-нибудь появится подобное транспортное средство, перевозящее людей по всему свету и даже отправляющее их в космос. При этом двигатель аппарата и источник энергии будут находиться на Земле. Световой летательный аппарат это принципиально новая разработка. Представьте себе, что транспортное средство передвигается вдоль луча света. Станут ненужными турбины, компрессоры, камеры сгорания, топливные двигатели канут в небытие. Всю работу будет осуществлять световой луч. Этот свет – часть военной технологии времён Холодной войны. В этом здании располагается пункт управления мощнейшей лазерной пушкой, предназначавшейся для поражения самолётов. Хорошо. Направьте луч на графит. Готовность. Перед каждым запуском интенсивность лазерного луча проверяется на графитовом блоке. Три, два, один. Огонь. Отполированный металлический конус фокусирует на себе лазерный луч, и тогда вокруг конуса происходит мгновенное испарение воздуха. Затем луч наводится на основание конуса, у которого нет ни движущихся частей, ни двигателя. Фокусировка луча возле основания конуса вызывает серию взрывов, подбрасывающих объект высоко в небо. Когда профессор Миробоу впервые предложил своё изобретение, никто не верил, что подобное возможно. Первоначально мне не поверили ни в одном академическом институте, в который я обратился, чтобы получить помощь в разработке своего проекта. И тогда мне пришлось совершить замысловатый ход и начать сотрудничать с военными, увлечёнными тогда многочисленными программами «Звёздных войн». В 1997 году проект был профинансирован НАСА. Первые испытания были засекречены, но через несколько месяцев конус начал взлетать до потолка, и исследования перенесли на открытую площадку. Есть! Есть! Профессор Мирабоу воздействует на конус с сжатым воздухом, который заставляет конус вращаться со скоростью 6000 оборотов в минуту, и тогда полёт конуса стабилизируется. Взлетая, вращающийся конус движется строго вдоль лазерного луча до тех пор, пока вращение не прекратится и конус не сойдёт с луча. С каждым днём конус взлетает всё выше и выше. 10 секунд. Лазерная накачка в норме. 2, 1. Луч, двигающий конус, имеет прямоугольное сечение, что позволяет лазеру выделять больше энергии. Но лазер мощностью в 10 тысяч ватт может разбить конус. В дальнейшем мы собираемся сконструировать 100-ваттную лазерную установку. И тогда мы сможем запустить конус вертикально прямо в космос. То есть примерно на 30 километров. Профессор Мирабоу уже начал работу по созданию более мощного лазера. Через несколько лет этот лазер сумеет вывести на орбиту маленький спутник. А через 50 лет лазерно-движущийся транспорт станет таким же обиходным, как легковые автомобили. Выходите из дыму, включаете магнитно-левитационный пояс и подлетаете к машине. Затем сажаете в кабину подругу и прямиком на микроволновую лазерную стартовую площадку. Через 10 секунд вы летаете за пределы атмосферы и вперед на Луну. А если летите ночью, то все видят яркий луч, который тянется за вами и говорят, это Фрэнк полетел немного развлечься. В будущем уровень космической фантазии будет ограничиваться только воображением самого изобретателя. История свидетельствует, что все ограничения носят временной характер. Уже сегодня многие люди уверены в том, что можно увеличить даже скорость света. Хотя сегодня это сделать нельзя. А вот завтра кто знает, что произойдет завтра? Для создания этого удивительного транспорта уже созданы практически все технологии. мы только начали по-настоящему реализовывать возможности авиации. Я предвижу множество изменений, которые произойдут в течение ближайших нескольких лет. Для этого имеются все необходимые ресурсы и технологии. Во всем мире появляются разработки и усовершенствования в области аэродинамики, авионики и реактивного движения. изобретения, позволяющие человечеству оставить в прошлом привычные летательные аппараты. Смелые решения, которые превратят крылатую машину в архаизм и сделают наконец из старой сказки новую быль. Редактор субтитров А.Семкин